Это программа День с толком, студия Анастасия Драган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Две больницы Барнаула сегодня эвакуировали. В чем причина? Две больницы сегодня эвакуировали из-за сообщения о минировании. Экстренно покинуть здание пришлось персоналу и пациентам. Четвертой и восьмой больниц. По нашим данным, людям пришлось ждать на улице, пока специалисты проверяли учреждения на наличие взрывчатки. Эвакуировали сегодня и Барнаульский автовокзал. Сейчас все подробности уточняются. Однако отметим, что ранее, 10 августа, в Барнауле эвакуировали два торгово-развлекательных центра. Тогда сотрудники и посетители провели на улице больше часа, прежде чем специалисты обследовали территорию. На территории всего Алтайского края ведут режим ЧС из-за засухи. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Засушливая погода с апреля по август привела к сложной обстановке в полях. Это может отразиться и на урожае, и на заготовке кормов. По данным Краевого минсельхоза, в критичном состоянии находятся естественные кормовые угодья в степных районах. Режим ЧС уже ввели в Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах и Славгороде. Сложная ситуация наблюдается также в Паловском, Завьяловском, Тогульском районах. Режим ЧС распространят на все остальные муниципалитеты. Он позволит смягчить последствия засухи для хозяйств. Речь идет о возможности пролонгации кредитов и выплатах в рамках договоров страхования урожая. Сейчас ситуация находится на личном контроле губернатора. Теплосетевая компания скорректирует сроки выполнения ремонтных работ на теплосетях. Об этом стало известно в ходе выездного совещания по подготовке к зиме. Власти Барнаула напоминают, несмотря на то, что за окнами лета, к 15 сентября в городе все должно быть готово к запуску тепла. Как обстоят дела на данный момент в нашем сюжете. Сейчас из-за ремонтных работ, которые ведут специалисты теплосетевой компании, ряд улиц краевой столицы перекрыты. К примеру, на Партизанской в рамках инвестиционной программы СГК реконструирует участок магистральной тепловой сети. Специалисты заменят 500 метров трубопровода, а на улице Брестской на 100 метров больше. Там обнаружили 7 повреждений во время проведения гидравлических испытаний в 2019 и в 2022 годах. Все понимают, что ремонт проводить необходимо, но и неудобства для жителей города нужно минимизировать. Об этом шла речь на выездном совещании. Есть у нас целые улицы, которые на сегодняшний день перекрыты, либо целиком, либо пересечения этих улиц, если теплотрассы пересекают. И, конечно, движение где-то и транспорта, и пешеходов затруднено, в том числе и жителей этих ближайших домов. Поэтому это не может не волновать органы местного самоуправления. Переживают и сами горожане, и в свою очередь обращаются в администрацию с вопросами, успеют ли специалисты теплосетевой компании завершить такой объем ремонтных работ к холодам, чтобы отопление в Барнауле подали вовремя. Сергей Татьянин напомнил руководителю СГК, что все ремонтные работы необходимо завершить до 15 сентября. Далее оперативно устранить перекопы. Оперативно стараемся засыпать. Может быть, конечно, асфальт положить мы на следующие сутки не успеваем, но обратную осыпку осуществляем, осуществляем подсыпку щебнем. Там, где есть возможность, мы сразу осуществляем. Александр Гросс пообещал по возможности оптимизировать графики работы, добавил, что в этом году в планах ремонта и реконструкции более 30 объектов общей протяженности 32 километра. Сейчас в городе завершили опрессовки теплосетей. На последнем ее этапе пришлось отключать от водоснабжения более 70 тысяч потребителей. На утро 16 августа осталось устранить 4 повреждения, влияющих на подачу воды. Дмитрий Дроздов, День с толком. Почти в два раза больше. В Алтайском крае за последние пять лет объемы производства выросли до 631 миллиарда рублей. Об этом сообщил Виктор Томенко. Накануне губернатор также заявил о новой традиции. В регионе будут чествовать промышленников. О достижениях отрасли расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Маскировочная одежда, твердая горючая, БАДы алтайского производства. Сегодня все внимание тем, на ком держится промышленность региона. Сотни профессионалов отрасли собрались в Барнауле. Кто-то уже больше полувека на заводе. Самых лучших работников награждает губернатор региона. В 71-м пришел и армию отслужил опять сюда на заводе. Нравится, профессию полюбил. Так вот остался. И никуда не уходил с завода, так и всю жизнь проработал, всю сознательную жизнь. Сегодня Алтайский край является единственным производителем авиашин. Также в регионе находится единственное в стране предприятие по добыче природного сульфата натрия. Каждый пятый грузовой вагон в России выпускается в нашем крае. Наращивает объем и оборонная промышленность. Многие предприятия региона законтрактованы на ближайшие годы. Также в ближайшие пять лет Алтайский край может стать лидером в стране по производству сельхозтехники. Виктор Томенко сообщил, что справедливо будет заложить новую традицию – честовать промышленников Алтайского края. Сегодня мы закладываем такую, мне представляется, традицию, которая должна, я очень в это верю, должна прижиться, должна стать постоянной и любимой многими жителями, края, работниками наших промышленных предприятий. И будем продолжать находиться в таком самом теснейшем диалоге, рабочем, таком конструктивном, созидательном диалоге. Будем заниматься решением проблем вместе. Во многом именно промышленность определяет уровень жизни в регионе. В числе десяти крупнейших налогоплательщиков края – пять промышленных предприятий. Сегодня они обеспечивают больше трети налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Ирина Корчагина, День с толком. Одна из управляющих компаний Барнаула требует оплаты за тепло не в сезон. Квитанции с внушительными суммами жителям дома, большая часть которых пожилые люди, пришли за два летних месяца. Люди, разумеется, отказываются платить. Почему управленцы пошли на такой шаг, узнавала Валентина Аскерова. Вот видите, вот, это я вот, и каждая не меньше 400-500 рублей. 400-500 рублей только за один препарат. А тут еще масло в огонь подлили счета за отопление. Галина Васильевна, да и другие жильцы дома готовы оплачивать их зимой в отопительный сезон, но никак не летом. У меня 2100 с лишним еще, с рублями. Мы, конечно, очень удивились, так как у нас на воду горячую, холодную, отопление, у нас установлены домовые счетчики. Мы поэтому спокойно платим всегда по счетчикам. А тут, значит, непонятно что. Ну, естественно, мы, лично я, заволновались, как это так, почему, что случилось. Пенсионеры обратились в управляющую компанию. Там пояснили, что на доме заменили счетчик. Новый не прошел проверку. Похожий ответ мы услышали от сотрудников обслуживающей организации в телефонном разговоре. Прибор учета не прошел проверку. Хотелось получить более развернутый ответ. Нас направили к энергетику. Телефон специалиста мы обрывали целую неделю, но так и не смогли дозвониться. А, соответственно, и получить ответ на вопрос, почему жители вынуждены оплачивать тепло, которое в аномальную жару, естественно, никто не поставляет. Мы не можем летом, когда 50 градусов на улице было в июне месяце, платить за отопление. Вот сейчас отопление, да, допустим, нам выкатили. На улице сегодня будет 35. Мы должны 2000 отдать за то, что мы якобы оплачиваем. То есть, как бы за воздух. Обидно, потому что, ну вот, раз у них это недоработки какие-то, ну поставили бы они себя на наше место. Как вот они бы, что бы они делали? Платили там или... А компенсировать не обещают там в будущем? Вот, они, если бы они пришли, допустим, или кому-то из нас информацию, сказали бы, не волнуйтесь, может быть, заплатите, мы вам зимой там все это компенсируем. Они не дают никакой информации нам. Коммунальные эксперты отмечают, что счетчики как можно скорее необходимо оформить, узаконить. А что касается возможного перерасчета, то тут нужно все считать. Я думаю, здесь как бы можно найти точки, чтобы именно уже в отопительный сезон с условно октября 23-го года уже уйти на коммерческом учете через прибор учета. А вот по тому периоду, когда 2-2,5 месяца там 3 снабжалось в рамках норматива, я думаю, что здесь в принципе как бы можно расчетно найти вот какую-то такую точку, которую устроит и теплосбытовую организацию, и управляющая компания, ну и потребители, потому что все-таки управляющая компания больше в их интересах работает. А между тем, жители дома на Димитрово для большей эффективности написали заявление в жилищную инфекцию края, планируют обращаться в прокуратуру. А пока идут разбирательства, пожилые люди отказываются оплачивать воздух. Мы за июнь, я не стала платить, не могу я платить, ни за что, не могу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В лесах и лесополосах Алтайского края сейчас находиться небезопасно. На пике сезон тихой охоты. Этим летом самый знатный гриб, белый, который в одиночку может весить до килограмма, встречается редко, сказали заморозки. Зато в лесах есть такие экспонаты, которых грибники не видели годами, например, оленьи рожки. Профессионал тихой охоты Арсений Никитин уверен, серьезную конкуренцию белому грибу может составить черная лисичка. Ее он уже нашел. С лесным маньяком встретилась и наша съемочная группа. Оленьи рожки в простонародье называются. Ну вот они, молодые. Вырастают достаточно большие, если не метров 15. Оленьи рожки гриб довольно редкий. Растет на Дальнем Востоке, Карелии, Кавказе и Сибири. А его вид ежовик, короловидный и вовсе краснокнижный. Этих малышей есть можно, когда вырастут. Арсений Никитин охотится 13 лет и постоянно встречает новые виды. Еще одна находка сезона – черная лисичка, которая способна отобрать у белого гриба звание самого дорогого. Ну если вот он сейчас завоюет, у нас черная лисичка, место свое на рынке, которая начала у нас расти, она будет самой дорогой. Потому что гриб достаточно очень вкусный и очень легкий. То есть, чтобы набрать объем, нужно очень много. Она почти на самом деле не весит. Она такая изящная, тоненькая и ну как пушунка. Он называет себя лесной маньяк. Самая продолжительная охота длилась 4,5 дня. Собирает грибы в крае и горном, Новосибирской и Томской областях. А вы какой гриб любите? У меня подосиновики очень сильные. Я не знаю, с детства самое. Вижу красную шляпку, у меня радость, как у маленького ребенка до сих пор. Просто вы сказали, что вы любите именно охотиться за грибами. Да. Может быть их еще и сложнее искать, нет, подосиновики? Нет, как раз очень хорошо их видно. Красная яркая шляпка торчит всегда. Но они растут больше как-то в болотине, где влажность очень большая. Скажем так, менее приятные в ходьбе. Но вы и до туда доходите? Конечно. Самое проблематичное – это октябрь-ноябрь, когда уже снег, дождь, ливни. Вот там уже отдых перерастает, выживание периодически бывает. Самые грибные районы края, говорит Арсений, Троицкий, Первомайский, Тальменский. Волчихинский классика – там всегда есть белый гриб. В низинах советуют искать лисички, на возвышенностях орешки, под листвой грузди. Это было хобби, а потом это уже переросло именно в работу. В Сочи очень любят, допустим, в Сочи Краснодар любят наши грибы. В Казахстан, Германию. В Германию я отправлял. Потому что алтайский гриб достаточно хорошо ценится. Сейчас лиса полезла везде. То есть много времени не надо. Из-за этого и столько машин в лесах. В пандемии увлеченных грибами стало в разы больше, говорит Арсений. Это и хорошо, и плохо. Кто-то вырывает грибы, собирает краснокнижные виды, мусорит. Мужчина иногда зачищает поляну после таких охотников. И просит всех, кто взял нож, быть внимательнее к тем, кто жил задолго до нас и видел динозавров. Ведь грибам, как виду, миллионы лет. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. 4 тысячи метров над уровнем моря и горной вершины Памира. Такой выдалась экспедиция алтайских ученых в Таджикистан. И все ради исследования уникальной фауны Центральной Азии. Чем же интересна эта территория для науки, об этом нам рассказал один из участников экспедиции. Горно-Бадахшанская область, республика Таджикистан, вершины Восточного Памира. Здесь, на высоте 4 тысяч метров, алтайские ученые провели больше месяца, исследуя уникальную фауну насекомых. Центральная Азия всегда привлекала внимание русских путешественников и биологов. Зона неповторима по своему природному разнообразию. Алтайские энтомологи, продолжая эту традицию, исследуют ее самых малоизученных жителей – бабочек, пауков и многоножек. Я думаю, что наибольшая новизна будет получена в ходе исследования и обработки пауков. Потому что пауки на территории Памира никогда не исследовались, особенно в высокогорьях. Есть такой термин – горячие точки биоразнообразия. Их на планете около 30. Вот как раз горы Центральной Азии входят в перечень вот этих богатейших в плане эндемизма. За время экспедиции ученые проехали более 2000 километров и каждый раз продвигались все выше в горы. Природное разнообразие Центральной Азии на 90% отличается от фауны Алтайского края. Важность ее изучения неоценимо, добавляет профессор. Насекомые являются показателем многих изменений в природе. Фауна насекомых – это как космос. То есть там бесконечное количество объектов, которые требуют тоже внимания определенного. Потому что какие-то виды могут и вредителями стать сельского хозяйства. Какие-то виды, они имеют значение с точки зрения переноса инфекции. Какие-то паразитологические вещи. Профессор добавляет, за годы работы с научными экспедициями посетил 35 стран. Одной из самых запоминающихся стала Южная Африка с ее уникальной фауной. Что касаемо Таджикистана, это лишь часть другого большого путешествия по исследованию Центральной Азии, в котором принимают участие ученые Алтайского университета. В этом году им также удалось посетить Узбекистан. Проект по изучению горы Южной Сибири и Центральной Азии поддерживается Министерством образования и науки на федеральном уровне. Сейчас ученым предстоит обработать и описать полученные результаты. В перспективе это станет серьезным источником для научных публикаций и открытий в области энтомологии. Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком. Очередной шедевр художника Николы Петерского появился в Барнауле. Автор скульптуры «Кота», которая в свое время вызвала широкий резонанс в городе, на этот раз нарисовал огромные тюльпаны на парковке торгового центра. О том, как создавалось необычное произведение и почему художник решил посвятить его именно тюльпанам, расскажет Данил Кузнецов. Для знаменитого уличного художника Николы Петерского холстом может быть что угодно, даже парковка торгового центра. Кстати, рисунок отчасти связан с его названием. Вооружившись шваброй, волнуясь, получится ли, ведь масштаб произведения огромный. Творец приступил к работе над тюльпанами, одним из символов весны и оттепели. Оказывается, таким позитивным смыслом цветок был наполнен не всегда. Первый биржевой кризис произошел благодаря тюльпанам. В Голландии в 1637 году, когда торговля тюльпанами была выгоднее, чем торговля золотом. И одну луковицу тюльпанов меняли на каменный дом. Все в итоге это рукуло и привело к экономическому и промышленному кризису. Сделать любой интересный рисунок художника попросило отделение многофункционального центра. За свою работу Николай Питерский не взял ни рубля. Для него подобный проект – шанс поэкспериментировать на большой площади. Кстати, за Уралом это первый подобный подарок ко дню рождения центра. Сибирь, Дальний Восток – это впервые. Ему было самому интересно. Изначально мы рассматривали вариант нарисовать данную картину на крыше. Но потом спустились сюда, все-таки здесь будет более много горожан видеть этот рисунок. Отметился художник и внутри самого МФЦ. Здесь не так давно появилась необычная картина «Купи слона». Само название возникло из старого всем известного анекдота. У женщины на картине сумка с тюльпанами. Суть произведения внутри здания та же, что и у рисунка на улице. Покупать то, не знаю что, пока этот сомнительный мыльный пузырь не лопнет. Арт-объект простоит в филиале около месяца. Куда отправиться дальше, пока неизвестно. Возможно, в Новосибирск. Там картиной заинтересовался один бизнес-центр. У самого Николы Питерского планы не менее грандиозные. Доделать автобиографичный фильм, съемки которого идут около года. Автор надеется, что кино выйдет уже к октябрю. А что касается тюльпанов, верят, что фасадная краска смоется не так быстро. Хотя и в этом художник видит свою прелесть. Наблюдение за тем, как цветы будут постепенно исчезать. Данил Кузнецов, День с толком. Алтайский край вновь примет крупные международные старты. Ровно через месяц на грибном канале Барнаула пройдет кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ. Старты назвали «Алтайская регата». Спортсмены сойдутся в трех дисциплинах. Гребля на байдарках и каноэ, на лодках дракон и на доске стоя. Всего организаторы ожидают около 400 спортсменов. Среди них не менее 300 грибцов из России и Белоруссии, а также представители 16 стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии и Африки. Стоит отметить, что билеты на турнир можно купить уже сейчас. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...